Сегодня расскажем про те турецкие сладости, которые стоит привезти домой на подарки или чтобы вспоминать отпускные денечки, проведенные в Солнечной Турции. Ты на канале Труки Спейс. Я Олеся. Я Владимир. Погнали. Похрусти. Шакир паре. Это моя любовь. Я могу есть этот десерт, не останавливаясь, и мне всегда его мало. Представляет собой невероятно вкусное миндальное печенье, которое украшают цельными ядрами миндального ореха и щедро сдавливают жидким щербетом или медом. Снаружи такое печенье совершенно сухое, с гладкой поверхностью, а внутри влажное. Вкус не сильно сладкий, с ярко ощущаемым миндальным привкусом. И особый кайф создает именно вот эта консистенция. Сверху хрустящая, а внутри влажная. А ты разломи его, покажи. Сейчас покажем, как оно внутри будет. Вот такое. Офигенно вкусное. Рецептов приготовления печенья много, поэтому шакир паре в разных торговых точках отличается вкусовыми качествами, а также размерами. Продается в кондитерских и пекарнях. Цена зависит от кондитерской кондитерской и размера печенья. Как правило, продается два больших печенья, завернутые в пищевую пленку. Вот такого размера, как мы показали. Это вот большое считается. Мы берем за 22 лиры такие, две штуки. Также в пакетиках маленьких размеров, также за 22 лиры. Там их уже много. Обязательно купи это печенье. Дома по вечерам тысячу раз тебя отблагодаришь. Джезерье. Это турецкая пастила, приготовленная на основе фруктового пюре. Делают его густым, потом раскатывают тонким пластом и щедро присыпают ореховой массой. После этого сушат на солнце, формируют рулетики, которые нарезают на пластины и наслаивают друг на друга. Часто сверху каждый рулетик посыпают кокосовой стружкой. Бывает вариант, когда в пюре добавляют сахар, чтобы пастилу сделать слаще, но чаще всего его вкус остается натуральным. Классическая пастила Джезерье нежная на вкус, сладковатая, готовится из разных орехов, сока граната или моркови и кокосовой стружкой сверху. Джезерье чаще всего продается в упаковках в супермаркетах. Выглядит как батончики в прозрачной упаковке и в магазине сладостей Коско. Цена составляет около 30 лир. На вкус такая пастила не сильно сладкая, жуется как мягкая пастила и может прилипать к зубам. Фисташковые сладости. Нам трудно назвать это десертом. Это скорее мягкая конфета, которая готовится из особого вида фисташек, деревья которых прорестают в Газинтеп, это город Турции, а также в Сирии и Иране. Такие конфеты готовят из измельченных фисташек до состояния муки или чуть крупнее. Сахара, масла и воды. Выглядят они, как правило, вытянутые тонкие колбаски темно-зеленого цвета. Они мягкой консистенции, но вкус весьма специфичный. Перед покупкой сходи на египетский базар и попробуй, может и не понравится. Такая конфета либо совсем не нравится, либо в нее влюбляются с первого же укуса. Другого не дано. Цена, например, в магазине сладостей Коско 15 лир за одну конфету. Но она достаточно тоненькая, на несколько укусов буквально. Пишманье. Популярный турецкий десерт, который обычно приезжающие скупают на гостинице себе на родину. Так как это сухой продукт, легко фасуется в пабличной упаковке и хорошо хранится. Внешне чем-то напоминает сахарную вату, только более плотные структуры. По консистенции во рту что-то воздушное, которое медленно тает на языке. Для приготовления пишманье длительно варят сахарный сироп, постепенно добавляя в него обжаренную пшеничную муку. Некоторые производители для вкусового разнообразия добавляют в блюдо ваниль, измельченные фисташки или кунжутное семя. Пишманье активно идет на экспорт за границу, поэтому приобрести его можно как на рынках, так и в обычных магазинах. Цена от 30 лир за упаковку. Это очень вкусная штука, и я как сладкоежка просто обожаю пишманье. Это как вилка ему. Упаковку за вечер могу съесть. Кадаив. Особым способом приготовленное десертное тесто, которое нужно очень хорошо вымешивать с приложением физической силы. Поэтому часть всего его приготовлением занимаются именно мужчины. Тесто замешивается в огромном чане, а потом делаются тонюсенькие нитки. Такое тесто является оберткой для разнообразных начинок. Начинки могут быть какие угодно, была бы фантазия. Часто используют грецкие орехи и мед, мелко порубленный миндаль и густой чербет и другие орехи. Фидошка шуршка. Вообще как из ведра. После того, как в такие нити завернуть начинку, все это помечают в духовке. Тесто получается хрустящее, как правило, достаточно сладкое из-за добавления меда или чербета. Еще такое тесто продается уже в виде нити в фабричной упаковке в разных продуктовых магазинах, чтобы хозяйки дома смогли уже что-то свое смастерить. В магазине сладостей Коско запечатаны готовые десерты, которые довольно долго лежат. Отведать такой десерт можно в любой кондитерской, где есть баклава. Цена очень сильно разнится в зависимости от рецепта и места покупки. Но чем дешевле десерт, тем он менее вкусный. Имеет в виду. Нуга или в Турции кеска лва. Нуга в Турции делится на два вида. Нуга или Turkish Delight, еще называется турецким медом. Напоминает лукум, но только более мягкий и тягучий. Пластичный лист нуги заворачивают орехи. Бывает она белого и шоколадного цвета. Сверху брусочки посыпают кокосовой стружкой. Достаточно сладкие, но не приторные. И второй вид хельва. Или кесхелва. Также тягучая в форме брусочков. Нередко в связи с названием путают с халвой. Но ничего общего с халвой она не имеет. Внешний вид тоже в виде бруска разных цветов. Кремовые, шоколадные и разные цветные из-за добавления разных фруктов. В кесхелве очень много орехов. Обычно фисташек. На вкус она сладкая, но не приторная. Нередко обсыпана кокосовой стружкой. Нугу в упаковках или на развес можно приобрести на базарах, рынках и в магазинах. Как и в супермаркетах, так и в специализированных магазинах сладостей. Цена у нее очень разная в зависимости от производителя и места продажи. Халва. Халва в Турции по вкусу и консистенции сильно отличается от общего европейской. Бывает кунжутная, манная, которая самая редкая из всех. Принято считать, что манную халву готовят в качестве поминального блюда. Поэтому, чтобы ее купить, нужно сильно постараться. Так как чаще всего ее готовят дома. А вот кунжутная сильно распространена. Бывает с разными многочисленными ингредиентами. Фисташками, фундуком, шоколадом, карамелью и еще кучей с чем. А может быть вообще без каких-либо дополнительных ингредиентов. Разновидностей халвы в Турции великое множество. Чтобы найти ту, которая именно тебе будет по вкусу, придется просто пробовать. Продают ее абсолютно везде. От специализированных магазинов сладостей, например, Коска. Который считается топовым магазином с фабричными сладостями во всей Турции. Который диктует цены остальным конкурентам. Так и в обычных супермаркетах. Размеры халвы тоже разные. В обычных шелестяшках халву лучше не брать. Она невкусная. Там много ароматизаторов. Поэтому она и самая дешевая. Лучше брать в пластиковых упаковках, где добавлены настоящие орехи. Цена разная. От 50 лир за 400 грамм и выше. Рахат лукум. Этот десерт знаком многим потребителям сладкого. Каждый турист, приезжающий в Турцию, обязательно увозит с собой несколько упаковочек на подарки. Рахат лукум активно отправляется на экспорт, как и пешманье. Готовится лукум из сахара с добавлением крахмала. Основа подвергается длительному кипячению до густообразного состояния. Если нажать на кубик рахат лукума пальцем, а затем отпустить, то он очень быстро примет изначальную форму. Разновидностей рахат лукума масса. По форме он бывает кубический, фигурный в виде разных геометрических фигур, рулетаобразный. Пластовой такой поставляется в заведения в общепите, в которых его делят уже потом на порции. Детский в виде фигурок животных, мультипликационных героев, сказочных персонажей различных. Арабский в виде массивного параллелепипеда. Многослойный состоит из нескольких тонких пластинок, наслоенных друг на друга. Также он делится еще по наполнению. По наполнению он бывает ореховый, фруктовый, инжирный, медовый, розовый. В состав десерта входят прямо лепестки роз. Обычный, без всяких добавок. И вкусовые качества у рахат лукума также очень разные, в зависимости от того, где его покупать. Если покупать в обычном супермаркете, то он будет там сухой и приторный, но зато достаточно дешевый. А вот на рынке вкус будет то, что надо. Рахат лукум не должен быть сильно сладким и сухим. По консистенции правильный лукум очень нежный и буквально тающий на языке. Лучше покупать рахат лукум в специализированных магазинах на развес. Хороший магазин с развесным рахат лукумом, помимо рынков, это, опять же таки, Коска. Не раз уже сами проверяли. Только не бери рахат лукум на Гранд Базаре или Египетском Базаре. Там можешь попробовать и отметить, какой понравился, а потом пойти в специализированный магазин и купить там понравившийся вкус. Так как в магазине пробу сведнять тебе не дадут, а на рынке, пожалуйста, ешь до отвала, ну и цена там. На эту тему у нас все. В следующем видео узнаешь, где стоит покупать сладости, а где лучше этого не делать. Подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. Ставь палец вверх, если видео тебе понравилось. Свои вопросы и замечания оставляй в комментариях. Если хочешь задать вопрос анонимно, под видео есть почта, на которую можешь присылать свой вопрос. Обнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока. До свидания.